Всем привет! В этом видео я затрону такую интересную тему, как эффективность работы в PUBG, видеокарт GeForce и Radeon с разными версиями DirectX в условиях сильной процессорозависимости и недогруженного графического процессора. Сразу уточню, процессорозависимость бывает разной. Первый пример. Мы бегаем по большому городу и видим перед собой много зданий и объектов с разносторонней геометрией. При таком виде нагрузки на конвейер рендеринга поступает много вызовов отрисовки. Второй пример. В кадре у нас довольно простая сцена и умеренное количество объектов без сложной геометрии, но рядом с нами будет множество игроков и это тоже будет процессорозависимым местом, хотя на конвейер рендеринга будет поступать малое количество вызовов отрисовки. Конечно, бывает упор в процессор и в чистом поле с 400 FPS, но такое давайте оставим другим тестерам. Я не просто так упомянул такой термин, как вызов отрисовки. Дело в том, что это давняя проблема AMD. Еще в 2013 году их видеодрайвер в DirectX 11 очень плохо справлялся с большим количеством вызовов отрисовки. Настолько плохо, что AMD вместе с DICE, разрабы Battlefield, выпустили альтернативу DirectX 11 под названием Mantle. Основным его преимуществом была очень высокая эффективность работы с вызовами отрисовки. Посмотрите, насколько сильно он ускорял радеоны в сложных сценах. Без упора в графический процессор FPS мог увеличиваться в 2-3 раза. Правда, со временем Mantle так и не стал популярным, а все его преимущества появились и в других API, таких как DirectX 12 и Vulkan. 2 декабря 2021 года AMD и вовсе убрала поддержку Mantle из своих видеодрайверов. Все это я рассказываю к тому, что мне стало интересно узнать, как сейчас, в 2024 году, поведет себя Radeon на фоне GeForce в сценах с большим количеством вызовов отрисовки и в разных версиях DirectX. Для этого я подготовил три тестовые сцены. Первый тест. Вид на самый большой город в игре, количество вызовов отрисовки максимальное из того, что можно найти в PUBG. По сути, это и будет тот самый тест, который продемонстрирует нам способность видеокарт и драйверов для них переваривать такую специфическую нагрузку. Второй тест. Беготня в среднем по размерам городе. Количество вызовов отрисовки умеренно высокое. Типичный городской геймплей в PUBG. Третий тест. Локация с множеством игроков. В таких условиях FPS также очень часто зависит от процессора и памяти, но количество вызовов отрисовки низкое. Прежде чем приступить к комментированию результатов, хочу кое-что сказать о настройках железа и графики. Если присмотреться, температура процессора в результатах с Radeon будут заметно ниже, чем с 4090. Все потому, что сначала я тестировал свое 4090 в довольно запаленном корпусе. Затем, перед установкой Radeon я все хорошенько почистил, так как карта не моя, и протестировал его уже в чистом корпусе. Поэтому разница в температурах такая внушительная. Видеокарты тоже работали немного в разных условиях. У 4090 чип работал на сниженном напряжении, но с разогнанной памятью. Radeon 7900 пришлось по максимуму разогнать чип и память, никакого даунвольтинга. Это и к тому, чтобы вы не удивлялись столь низкому потреблению 4090 на фоне Radeon 7900. Также не могу не упомянуть настройки графики. Для Radeon, чтобы не упираться в возможности графического процессора, пришлось снижать разрешение. В итоге 4090 рендерило все в честном 2К, Radeon в DirectX 11 и 11E в 2К с масштабом 70%, а Radeon в DirectX 12 в Full HD с масштабом 70%. Итак, приступим. Первый самый сложный сценарий – количество вызовов отрисовки максимальное. Сначала рассмотрим результаты видеокарт с точки зрения эффективности разных версий DirectX. Radeon. Отталкиваемся от DirectX 11E, как от режима по умолчанию. Переход на DirectX 11 снижает все показатели FPS. Правда, не очень сильно. Исключением является лишь двукратное ухудшение статистики очень редких событий. В целом, можно сказать, что показатели DirectX 11 и DirectX 11E довольно близки друг к другу. Переключение на DirectX 12, наоборот, дает огромный буст по всем показателям. Средний FPS вырос на 25%, минимальный и вовсе на 50%. Также заметно улучшилась статистика редких и очень редких событий. Очень хороший результат у DirectX 12. Выходит, что в таких тяжелейших условиях Radeon легче всего работать именно на DirectX 12. Главное, чтобы был запас по загруженности графического процессора. GeForce. Смена DirectX 11E на обычный 11 дает вполне заметную потерю по всем показателям, примерно на 20%. Переход на DirectX 12, в отличие от Radeon, дает неоднозначный результат. Средний FPS снижается на 7,5%, зато растет минимальный на 11. Статистика редких событий остается неизменной. Очень редких событий немного снижается. Получается, что DirectX 11E в общем и целом является оптимальным вариантом для видеокарт от NVIDIA. Теперь давайте посмотрим на эти же результаты под другим углом. NVIDIA против AMD. DirectX 11. Обе видеокарты идут нос к носу, за исключением статистики очень редких событий. У GeForce она выше на 50%. DirectX 11E. Здесь GeForce явно доминирует над Radeon. Средний FPS выше на 17,5%, минимальный на 21%. Статистика редких событий на 16%, а очень редкие события по сути равны. Разница на уровне погрешности. DirectX 12. В этом режиме Radeon расправляет крылья и начинает просто унижать GeForce своими неприлично высокими значениями FPS. Средний выше на 15%, минимальный на 12%. Статистика очень редких событий выше на целых 53%. Даже эффективнейшая работа GeForce в DirectX 11E не позволяет дотянуться до этих результатов не по одному из показателей. Отличный результат AMD. Какой вывод можно сделать по этим результатам? Видимо AMD так до конца и не починила работу своего видеодрайвера в DirectX 11 с большим количеством вызовов отрисовки. И хотя в базовой версии DirectX 11 Radeon и GeForce идут нос к носу, мультипоточный рендеринг в DirectX 11E от GeForce работает явно эффективнее. Удивляет другое. Почему при переходе на DirectX 12 GeForce не может демонстрировать таких же высоких результатов как Radeon? Казалось бы, Nvidia лидер в индустрии графики, задает тренды, двигает технологии и такое фиаско. Конечно, все это не обошлось без кривых рук разработчиков. Естественно! Возможно, они добавили какую-то базовую поддержку DirectX 12 с заделом на будущее развитие, а потом полностью переключились на версию для Unreal Engine 5, оставив все в таком полусыром виде. Возможно, видеодрайверы пишутся для DirectX 11 и 11E, а 12 игнорируются из-за его недоработок. Правда, все эти, возможно, не мешают Radeon демонстрировать такой сильный результат. Второй тест с меньшим количеством вызовов отрисовки. Более типичный городской геймплей в пабг. Radeon. Теперь DirectX 11E показывает более сильные результаты относительно других режимов. Поэтому, перейдя с него на обычный DirectX 11, мы потеряем средний FPS на 17%, а минимальный на 21. Статистика редких событий снизится на 16%. Также и при смене DirectX 11E на 12, средний и минимальный FPS растет всего на 8 и 14% соответственно. А вот статистика редких событий и вовсе снижается на 35%. Интересно, что статистика очень редких событий вообще не менялась во всех трех режимах DirectX. Разница на уровне погрешности. Получается, что преимущество DirectX 12 уже не такое однозначное. DirectX 11E на его фоне смотрится пусть и слабее, но уже не так провально, как в предыдущем тесте. Особенно, если учесть гораздо лучшую статистику случайных событий. Напомню, она отвечает за плавность игры. Чем лучше этот показатель, тем меньше статтеринг вы получите. GeForce. DirectX 11E теперь однозначный лидер по всем показателям. Сменив его на DirectX 11, мы потеряем 20% среднего и 30% минимального FPS. Также снизится статистика редких событий на 18% и очень редких на 8%. Переход от DirectX 11E к DirectX 12 понижает средний FPS на 5%, а минимальный на 9%. Статистика редких событий ухудшилась на 20%. Статистика очень редких событий проседает на 26%. Краткий вывод для зеленых карт прост. DirectX 11E является однозначно лучшим вариантом для обычного городского геймплея. Теперь давайте взглянем на эти результаты с точки зрения конкуренции между GeForce и Radeon. DirectX 11. Четкого лидера здесь нет. GeForce лучше показывает себя в среднем FPS, но немного слабее в других показателях. DirectX 11E. GeForce здесь явный лидер. Он опережает Radeon в среднем FPS на 7%, в минимальном на 9%. Хотя стоит признать, что в статистике редких событий он все же отстал на 6%. DirectX 12. Radeon опять уверенный лидер в этом режиме. Он обгоняет GeForce на 6% в среднем и 13% в минимальном FPS. Статистика очень редких событий тоже заметно выше. Чуть меньше результат статистики редких событий общую картину лидерства практически не портит. Стоило количество вызовов отрисовки заметно снизиться, как Radeon стал увереннее конкурировать с GeForce в DirectX 11E. Конечно он все еще отстает, но теперь уже не так критично. И все же, 12 DirectX гораздо эффективнее работает на Radeon. GeForce опять здесь провалился и вполне заметно. Если выбрать победителя по всем DirectX, то я бы отдал предпочтение DirectX 11E у 4090. Пусть минимальный FPS чуть ниже, чем Radeon у DirectX 12, но статистика редких событий, отвечающих за плавность игры, все же заметно выше. Третий тест. Буткемп с множеством игроков. Сложной геометрии в кадре нет, а значит количество вызовов отрисовки низкое. Radeon. Если присмотреться к плюсам и минусам всех режимов, то DirectX 11E является оптимальным вариантом. У DirectX 11 заметно ниже статистика очень редких событий и минимальный FPS. У DirectX 12 в целом все отлично, но сильно подводит ужасно низкая статистика очень редких событий. GeForce. Здесь также оптимальным является DirectX 11E. 11 на его фоне слабее по всем показателям. 12 также немного уступает минимальным FPS и статистике очень редких событий. Разница в статистике очень редких событий невелика. Очевидно, что низкое количество вызовов отрисовки сильно поменяло расклад между режимами у обеих карт. DirectX 12 у Radeon сдал позиции, а у GeForce наоборот стал гораздо интереснее. Теперь GeForce против Radeon. DirectX 11. Здесь странно выглядит провал у GeForce относительно Radeon на 25 и 35 процентов по статистике редких и очень редких событий. Высокий минимальный FPS у GeForce не спасает ситуацию. Я бы отдал победу Radeon. Плавность и отсутствие фризов важнее. DirectX 11E. Здесь GeForce заметно улучшает свои позиции относительно Radeon. Средний FPS выше на 5 процентов, статистика редких событий на 9. Но все же стопроцентным лидером называть его нельзя из-за провальной статистики очень редких событий. Она ниже чем у Radeon на 30 процентов. DirectX 12. А вот здесь у 4090 все отлично. Она уверенно побеждает Radeon, который в прошлых тестах не давал ей и шанса в этом режиме. По сути, красную карту сильно подвел крайне низкий результат статистики очень редких событий. В остальном она вполне конкурентно способна. Однозначного победителя по всем режимам нет. У каждой карты есть свои сильные и слабые стороны. Прежде чем перейти к глобальному выводу, хотел показать то, как плохо себя ведет DirectX 12 на Radeon в условиях, когда графический процессор перегружен. Посмотрите на время кадра. Постоянные всплески говорят о том, что плавного геймплея в таких условиях можно не ждать. Статистика редких и очень редких событий дополнительно это подтверждает. И это все к тому, что рекомендовать DirectX 12 можно только подчеркивать, только если вы уверены, что графический процессор вашего Radeon будет недогружен. Иначе вместо преимуществ вы получите статтеринг, пусть и с высоким FPS в больших городах. Какой глобальный вывод можно сделать с учетом всех полученных результатов? По DirectX. DirectX 11E действительно оптимален и для GeForce и для Radeon. И если у Radeon DirectX 12 может быть интересной альтернативой, то GeForce все это не нужно. DirectX 11E в целом показывает себя на них очень хорошо. Теперь о конкуренции красных и зеленых. Удивительно, что за столько лет AMD так и не смогла догнать в DirectX 11 NVIDIA при работе с большим количеством вызовов отрисовки. Еще более удивительно, что NVIDIA не догоняет AMD в этих же самых условиях, но при работе в DirectX 12. Кстати, вот вам бонус. Современная игра, собранная на Unreal Engine 5. Стоим в процессорозависимом месте. Количество вызовов отрисовки может и не запредельное, но думаю все же вполне высокое. Настройки и разрешения такие, чтобы не упереться в графический процессор. DirectX 12. AMD опять быстрее, чем NVIDIA, примерно на 12-13%. Так что кривостью и старостью PUBG конечно хотелось объяснить проигрыш NVIDIA, но не получается. Видимо это все же тенденция. Все ребят, пора заканчивать. Видео в этот раз получилось чрезмерно долгим, можно было бы конечно еще что-то сказать и показать, но наверное все же пора закругляться. Далее будет сам тест в его полной версии. Спасибо за внимание, увидимся в комментариях и на моих стримах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok